Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда 19.30 в эфире, в эфире темная студия программы «Один из нас». И сегодня у нас тема звучит таким вот образом. Минувшую субботу, начиная с полуночей минувшей субботы, любой житель республики Саха и Якутия, равно как и любой житель других регионов Дальневосточного федерального округа, может оформить Дальневосточный гектар. О тонкостях вот этого процесса, который начался 1 октября, продлится до 1 февраля 2017 года, мы поговорим сегодня в эфире программы «Один из нас». И хорошо, что мы в понедельник прямо такой установочный эфир сделали с представителями Минемущества, где обозначили некие такие ключевые точки, которые очень важны для понимания процесса, для того, чтобы каждый житель нашей республики мог безболезненно для себя, для окружающих тоже, участвовать в данном процессе. Очень хорошо, что в понедельник у нас такой разговор произошел. Итак, 135 человек было по состоянию на утро понедельника, сейчас эта цифра привалила за 600 человек. И краткий такой отчет, что важнее для людей, что их больше, скажем так, затрудняет, и вообще, как идет процесс с точки зрения организатора процесса? В данном случае Минемущество получается как один из организаторов процесса. Да, должен сказать действительно, что у нас есть определенные проблемы с интернетом, есть определенные проблемы с ФИСом, самой федеральной информационной системой, которая не совсем, скажем, готова к определенным вещам. Буквально на днях, вчера-позавчера мы отработали вопрос передачи с одного кабинета в другой кабинет, имеется в виду, с одного уполномоченного органа передача заявления гражданина должна поступить другой. Как раз вот буквально вчера этот вопрос был решен до конца. Кроме того, необходимо, наверное, учесть то, что у нас есть определенные трудности с самим интернетом, да, в некоторых уголках нашей республики. И 43 заявления поступило пока на бумаге. Пока 43. И эта цифра, наверное, она на сегодняшний день изменится, потому что эта цифра только на вчерашнее число. Это почти 10%? Ну, фактически, наверное, меньше уже, потому что сейчас, если статистику смотреть, она меняется практически ежеминутно. В общей сложности по ФИСу поступило порядка 600 заявлений. Ну, 83 из них отозвано, аннулировано самими гражданами, которые, как мы с вами тогда говорили, да, либо тестируют, либо пробуют эту федеральную информационную систему. И, соответственно, на рассмотрении намного меньше. А сколько раз пастушенок может сказать, крикнуть, вернее, волки? То есть, сколько попыток у него есть некого такого тестового периода? Ну, пока не получит земельный участок. То есть, бесконечное количество раз? Ну, бесконечное количество раз. И стоит ли этим злоупотреблять вообще? Людям, которые вот, хочу там, хочу нет, хочу там, хочу там, хочу там, хочу. Я думаю, что все люди взрослые и должны понимать, что, если он выбирает земельный участок, он должен для себя четко понимать, для чего он берет, где берет и когда берет. Вот то, как отображаются в ФИСе вот эти земельные участки. Мы в тот раз тоже говорили, понравилось человеку, допустим, удаление там 40 километров от населенного пункта такого-то, 40 километров от населенного пункта второго, красиво расположен между двух озер, там, скажем так, и так далее. Тыкает, на деле оказывается, что он расположен не между двумя озерами, а, скажем так, в затопленном месте. В затопленном месте. Да, которое вот эти два озера образовали. Как в таких случаях быть? Ну, вы знаете, такие случаи, наверное, будут довольно редки, потому что такие затопленные зоны, они должны быть закрашены серым. Склоны гор еще. Если в свое время орган местного самоуправления эти мероприятия провел, то есть определил эти зоны. Другое дело, да, по склонам, по склонам гор, то, что вот мы столкнулись в Нерингре непосредственно, должен сказать, что ФИС позволяет, там есть инструменты, вкладка, и посмотреть там рельеф, это вполне возможно. То есть это трехмеризация, некое изображение, которое поступает непосредственно в СССР. Есть возможность посмотреть рельеф, да. Насчет пилота. Вот хорошо, что мы, как участники Дальнего Восточного Гектара, получили возможность, ну, пилотно, тестово отработать все эти моменты и так далее. Что показал пилот? Какие моменты показались людям наиболее интересными, что ли? Ну, насчет интересного не знаю, но основной момент мы уже упоминали, да, то, что земельные участки попадают на склоны гор, либо на затопленные места. Есть заявления на те участки, которые уже либо заняты, были такие заявления, либо в одном заявлении как раз указывалось участок, в котором общественная свалка, скажем так, расположилась, оказывается. То есть такие трудности, они и будут, я думаю, и с теми заявлениями, которые сейчас поступают, хотя по карте, по той ситуации, которая отражается в самом ФИСИ, можно посмотреть наглядно. Буквально вчера, наверное, смотрели также, вот ради примера могу привести одно заявление, которым был выбран участок, почему-то прямо попадает на кладбище. Это вот как раз в Хангаласском районе. То есть, естественно, гражданин получит отказ. Можно вопрос? Вот я сам хочу взять дальневосточный гектар, да, но мне интересно, каковы минимальные должны быть вложения в этот гектар, чтобы у меня его через пять лет не забрали. Что я там должен построить для того, чтобы считалось, что я эту землю освоил? Ну, вот смотрите, мы возвращаемся как раз к тому вопросу, что гражданин сам должен определиться, что он будет делать. Во-первых, он для себя должен определить, вот как практика показывает, очень многие показывают вид радошенного использования, то есть как они хотят использовать этот земельный участок. Либо садоводство, огородничество, либо недальное жилищное строительство. Кто-то указывает как туризм, как рекреационная зона. И, соответственно, от этого все и зависит, те вложения, которые вы собираетесь, как вы дальше собираетесь развивать свой бизнес, или, допустим, какого... Если я просто привожу туристов и показываю им, там, лес, я ничего не построил, у меня отберут участок или нет? Конечно, отберут. Ну, вот, а что нужно сделать, чтобы мне отобрали? Прежде чем оформлять, я хочу это знать. Столбики, по крайней мере, поставить, забор огородить. Это я хочу от авторитетных людей услышать. Ну, я вам еще раз говорю, что вы должны определиться, для чего вы берете... Ну, давайте под туризм. Что я должен конкретно сделать? Ну, под туризм. Что привлекательно для граждан, как для туристов, которые могут приехать... Ну, я там мангал поставлю, и все. И все. Ну, извините, если у вас мангал... Ну, сколько? Десять мангалов поставлю. Ну, у нас критерии... Смотрите, у нас получается... Если гражданин пишет, да, допустим, под недельное жилищное строительство или под садоводство огородничества, понятно, что там какие-то объекты должны быть, если ИЖС, то это, соответственно, жилой дом, если дачный участок выбирается как под дачу, естественно, там должен дачный домик как минимум быть, да? Соответственно, с забором, там, со всеми дальнейшими атрибутами, там, сарай, я не знаю, какие-то, может быть, гаражи, котельные, там. Чего тут на такой вопрос? Если же вы планируете там ввести какую-то туристическую деятельность, ну, оказывать какие-то услуги туристам, я думаю, недостаточно будет десяти мангалов. Необходимо, наверное, построить какое-то кафе, чтобы быть... Ну, ледяная горка-то, она зимой, может быть, будет выгодна. А что же будет, скажем так? А мы думали, чтобы там люди постоянно находились на этом участке. Ну, это опять от вас же зависит. Если вы будете зимой туда людей привозить, естественно, кто-то там должен быть. Или как вы планируете? Вы просто привезете, бросите их там и уедете, и никаких услуг оказывать? Нет, но я же могу приехать, палатку поставить, оказать туристические услуги. Потом люди уехали, я деньги получил, да, сезонно. Я сейчас, перед тем, как брать участие, мне вот очень важно это знать. Товарищи, давайте не будем переходить из крайности в крайность. Мы же говорим об объектах. Есть размер, значит, один гектар. Говорят, еще есть полтора гектара, якутский гектар. И в сумме это два с половиной гектара. Это как понять? Ну, если почитать то законодательство, которое у нас есть на сегодня. В республике у нас есть земельный кодекс Российской Федерации, земельный кодекс Республики Схай-Якутия, в соответствии с которым под личное подсобное хозяйство гражданин имеет право получить до двух с половиной гектар. Да? На безвозмездной основе в течение шести лет. Он может заключить такой договор и безвозмездно пользоваться. Ну, далее уже... Плюсовать к этому один гектар? Да, может и в рамках и дальневосточного гектара, и прирезать к нему вот эти два с половиной гектара. Если уже он планирует заниматься крестьянским фермерским хозяйством, у него есть возможность получить до 20 гектар. Еще дополнительно к этому. Мы называем это, конечно, якутским гектаром, но просто мы, скажем, в рамках поддержки именно серхозтоваропроизводителей, в рамках поддержки сельского хозяйства, развития его, а в нашей республике мы предлагаем еще пойти таким путем, получив один гектар безвозмездно на пять лет. И дальше уже, вот, как наш любимый блогер задавал вопрос, могу ли я там что-то делать. Конечно, в принципе, можно его использовать под серхозугодие. Это пашни, это может быть и пастбище, и, соответственно, из этого и будет исходить та площадь, которая ему нужна. То есть у нас уже сенсация первая обозначила, это дальневосточный гектар, оказывается, на самом деле, в условиях Якутии это может быть до 20 гектаров, да? По той же упрощенной схеме? Процедуры разные. Нет, процедуры разные, да. Процедуры разные. То есть вот это вот одним кликом, скажем так, оформить на себя не получится. Не получится. Необходимо будет обращаться в выполномоченный орган, в органы местного самоуправления, которые как раз эти вопросы решают и предоставляют земельные участки на ежедневной основе, скажем, да. То есть это именно тот тернистый путь, который прошел, скажем так, 7 известных фермеров. Ну, проходят многие, да. Да. В том числе и Григорием. В том числе и Григорием, который мы обсуждали еще до передачи, да? До передачи, да. Получается. Бессомненно. Еще вопрос можно, да. Как быть далеким населенным пунктом, где нет доступа интернета, где нет МВЦ, как им подать документы? Ну, в любом случае у них есть местная администрация, которая на бумажном носителе может принять эти документы. Постанинно. Да, и дальше. И дальше уже эти документы отправляются в тот уполномоченный орган, который должен принимать решение о предоставлении этого земельного участка. А все ли администрации готовы к этому? Ну, честно говоря... Бумажный носитель, как оформляется, как рисовать, как писать? Мы уже говорили о том, что мы провели обучение. Мы проводили обучение с августа месяца. Наши сотрудники выезжали во все районы, которые доступны. Да, скажем, центральная группа, Вилюйская группа, Южная группа районов. То есть все администрации готовы? Теоретически, да. Теоретически, да. Другое дело то, что... На сегодняшний день не все населенные пункты обеспечены интернетом. И, соответственно, на месте принятия именно по федеральной информационной системе, вернее, подать заявку гражданину он не сможет, но он сможет решить эту проблему в письменном виде. То есть ему необходимо... А в администрации есть доступ? Я добавлю. Как минимум не доступ, а как минимум они у него примут эту заявку. МФЦ. Мы заключили на настоящий момент 339 соглашений. То есть со всеми администрациями наслежными. Мы этот процесс завершим. Будет у нас 450 соглашений. Поэтому касательно доступности в наслегах... То есть около 100 еще не заключили с вами? Они в процессе. Это обоюдное. То есть закон уже действует? Закон действует. А люди еще не готовы? Но с учетом, что у нас есть зона нет, мы понимаем, да, полный перечень. Люди, которые обращаются за помощью в МФЦ, этот полный перечень они могут получить, либо позвонив в наш колл-центр, либо на сайте размещена эта информация. Еще хотела добавить, что сотрудники многофункционального центра также осуществляют выездное обслуживание. То есть мы сейчас открыты, у нас 44 офиса по всей республике. Пять из них здесь в городе Якутск. И о том, как МФЦ, какие меры предпринимают, чтобы быть готовым к полноценному функционированию в пределах дальневосточного гектара, мы сразу после рекламной паузы. Прямо сейчас. Проблемы всегда были у нас. 150. Остальная сотня еще, скажем так, петух их пока не клюнул, да? Хотя закон действует. Закон действует? Да. Но они на стадии заключения? Да, на стадии заключения. Но никто не умаляет. То есть это просто опоздуны, а не игнористы в полном смысле этого слова? Нет, они работают над этим, конечно. То есть они хорошие? Возможность гражданам будет обеспечена 100%. Всем? Всем. Почему некоторые северные улусы, они закрашены полностью серым на карте в числе? Это мой вопрос, наверное, больше. Но знаете, на северах, как вы знаете, в основном проживают малочисленные народы севера Сибири и Дальнего Востока, да? И, соответственно, с законодательством Российской Федерации они имеют право создавать территорию традиционного права пользования. И у нас очень многие наслега, ну не многие наслега, а фактически весь север, они объявились такими территориями. Кроме того, у нас есть ряд объектов так называемых особо охраняемых природных территорий местного значения и оригинального значения, которые тоже так же закрашены серым цветом. Это как раз, по-старому говоря, это заказники, да? Те, наверное, более подходящие заказники, заповедники. Это как раз те территории, которые мы защищаем для того, чтобы у нас природа оставалась такой же красивой и прекрасной для будущих поколений. Можно вопрос, да? А если под моими 20 этими гектарами я обнаружу там золото и нефть или что-то, вот какие, на что я имею в виду? А разбогатеет ли она, она хочет спросить, да? Нет, вряд ли, потому что вам необходимо получить лицензию в соответствии с законодательством, а как физическое лицо вы вряд ли его получите, честно говоря. На дубу, чем и на золото, да? Ну вот я подала заявку, я жду сколько, какой срок, и дальше куда я иду? Реестр, куда? 30 дней. Первый срок 7 рабочих, чтобы документы были проверены на те основания, по которым вам заявку могут вернуть. То есть это наличие прописки, наличие полного пакета документов, правильно ли заполнено заявление. Первый срок мы сейчас ждем, по сути, первые, кто 1 октября подали, но 7 рабочих дней. Дальше куда я иду? После истечения 7 рабочих дней, полномочий орган рассматривает вашу заявку соответствующую, в течение 20 рабочих дней, да? И уже, если нет основания отказа, которые у нас установлены земельным кодексом, и они едины для всех, готовится проект договора. Но здесь есть тоже оговорка, соответственно, вопрос на кадастровой палате. Да, если земельный участок уже сформирован, и вы вписали его кадастровый номер, то сразу готовится договор. Вы заключаете, подписываете, и все. И пользуетесь им. Если земельный участок не сформирован, полномочный орган должен обеспечивать его формирование и постановку на кадастровый учет. Тут нюанс какой, можно я дополню, да? А разве вот по закону о дальневосочном гектаре вот эти все участки, которые к раздаче, они не сформированы уже? Нет, конечно, нет. Гражданин сам по своему выбору рисует участок на фисе. А, то есть от сих до сих, да? Фактически от сих до сих он рисует, там есть возможность рисовать в реальном времени, и уже подает заявку именно вот на тот участок, который он сам пожелает выбрать. Другое дело, что ему ходить никуда не надо. Самому гражданину, если он подал в электронном виде, ему ходить не надо, его заявка отслеживается, и сам он фактически может, не выходя из дома, отслеживать, где находится именно на сегодняшний день его заявление. На рассмотрение у какого органа. Ну и дальше уже в течение 30 дней он имеет право. А я-то думал, там уже пирог разделен вот так вот, да? И можно подходить к тарелу? Нет, но я вам предлагаю завтра как раз зайти в фис, если есть интерес, можете подойти к нам, мы поможем вам зайти и выбрать участок, вместе с вами сядем, посмотрим, как это все делается, и вы оцените, насколько ли есть. Да легко, мы можем же это транслировать дело в интернет, да, очень легко? Да без проблем. К сожалению, вот нет ни одного представителя наслегов, да, здесь. Давайте я от них вопрос задам. Допустим, я житель наслега, и кто-то через электронную систему получает участок, на котором стоит, например, мой охочий домик или кладбище, или там еще что-то, там или загон для скота, или еще что-то, да? Сергердовое, да? Да, или еще что-то. Ну какие-то объекты, которые никак я не зарегистрировал документально. Ну по халатности там не успел, как у нас бывает. Что я могу сделать для того, чтобы, значит, решить эту проблему? Или вот был случай, когда дорогу там кто-то взял, землю, перекрыл дорогу, подъезд там к парому или что-то там, да? В Качкацах было. Да, да, да. Вот как вот эти проблемы будет государство решать? Ну тут только надлежащему собственнику, то есть тот, кто не оформил, да, ему только в судебном порядке потом доказывать, что это его объект, что он имеет все права на этот объект и в судебном порядке доказывать, что это его собственность. Понимаете? Может ему на всякий случай сейчас этот, оформить этот свой домик как дальневосточный гектар через компьютер? Ну многие граждане, допустим, вот я был с проверкой в Ленском районе, они на это и рассчитывают. Что в рамках как раз дальневосточного гектара, не решая вопрос местной администрации, не решая вопрос по постановке на государственный кадастр учет, все те сельхозугодия, на которых они косят, они уже подали заявление фактически, да? Вот я говорил уже в Ленском районе, 19 заявлений поступило в письменном виде на бумажном носителе, и как раз я считаю, что, думаю, что это как раз те граждане, которые сделали желание свои же участки оформить в рамках дальневосточного гектара. Коллеги, а тут не будет такого неравенства, возможно, цифрового даже, да, когда порасхватают шибко сведучие в компьютерных технологиях городские умники, да, а, скажем так, те, которые, ну, не владеют, не в полной мере, скажем так, разбираются и в ФИСе, тем более, и так далее, и так далее, да? Да, еще и сканировать надо, да, для них эта раздача пирога, она просто окажется, как бы, где-то очень высоко и далеко. Ну, по сканированию документов я сразу скажу, да, по большому счету в законе такой нормы нету, и свое замечание, я вот до передачи говорил, да, что мы ежедневно направляем замечания, какие проблемы у нас возникают у граждан, какие проблемы возникают у нас, как у полномоченного органа, направляем в Министерство по развитию Дальнего Востока и направляем в Центральный аппарат Росреестра. То есть вот как раз вот вопрос сканирования этих документов мы направили, и я думаю, что к нам прислушиваются, и в конце концов этот вопрос будет снят, потому что на первом этапе такой вопрос вообще не стоял. Я по-иному озвучу вопрос. Допустим, вот в прошлый раз, в понедельник, вы говорили, что хангалаские земли активно подают заявки жителей города Якутска, да? Но мы можем предполагать, что это жители города Якутска. Предположительно, жители города Якутска, которые, еще раз говорю, сведучи, скажем так, дружат с интернетом и так далее. Между тем, не дружащие с интернетом жители того же села Ойде, которые тоже хотели бы, они в каком-то неравном положении. Ну, в плане цифровой неграмотности, наверное, больше надо сказать, да? Да, ну, мы, как вы знаете, с первого числа ведем прием граждан у нас в министерстве. У нас на четвертом этаже в 410 кабинете установлено 12 компьютеров. Я не думаю, что там только городские жители. К нам собирались приехать коллективностью Солданского района для того, чтобы подать именно в наше министерство такую заявку. И с другой стороны, еще раз я говорю, да, что в рамках подготовки к реализации второго этапа мы рекомендовали всем органам местного самоуправления, чтобы они при наличии хорошего нормального интернета, и МФЦ, кстати, тоже предлагали установить рабочие места для того, чтобы граждане могли зарегистрироваться в ЕСИА, и тут же, фактически тут же подать заявку с помощью сотрудников МФЦ, которых мы тоже обучали, подать заявку в рамках реализации своей возможности получить 1 гектар. А можно коллективно подать заявку до скольки человек от родственников? Можно, да, до 10 человек. Нет, вот наличие умников, вот, кстати, вопрос Майя очень хорошо иллюстрирует, потому что полно уже объявлений о том, что оформим коллективные заявки для получения дальневосточного гектара. За эту, скажем так, сумму. Есть такое? Согласны, коллеги? Есть такое? Не понял вопроса, честно говоря. Я еще раз говорю. Вот то, что я говорил, более, скажем, яйцеголовые, нежели жители каких-либо поселений, люди, которые, ну, там, не знаю, какие-то тонкости более сведущие и так далее, они могут получить определенный, скажем так, профицит. Ну, это называется, наверное, можно сказать, как оказание услуг гражданам, которые не могут воспользоваться нормальным интернетом, ну, не умеют пользоваться просто-напросто, да, либо вообще этого интернета нет. Ну, почему бы нет? То есть это изъявление права самих граждан, либо самим самостоятельным подать. А обеспечении равноправного доступа. Так или нет? Можно и так, да. Ну, я же говорил, что фактически получается... Государство обеспечило ли равноправный доступ к этим правам получения безвозмездного гектара? Мы же говорим, что мы работаем в рамках законодательства, которое не запрещает подавать в письменном виде, не запрещает это все отправлять по почте, и, соответственно, будет превалировать та заявка, которая подана раньше. У нас же на почте ставят же штемпель дата отправления. У меня еще несколько глупых вопросов. Во-первых, я начну с того, что могу ли я поменять цель использования этой земли потом, позже, когда, не знаю, что-то выяснится с землей как-то не то. Да, конечно. Конечно, можно. Это не повлечет за собой никаких штрафных санкций? Нет, у нас даже вот в рамках городского округа Якутск, если у нас есть земельный участок, ну, допустим, да, есть земельный участок под недельное жилищное строительство. В принципе, со временем, если это соответствует градостроительным регламентам, можно поменять на другой вид разрешенного использования. Спасибо. Второй вопрос такой. Насколько я понимаю, эти пять лет я ничего не плачу, никаких налогов. Да, безвозмездно. А после того, как эти истекут пять лет, что меня ждет с этой землей? Нужно сделать выбор. Тут нужно сделать выбор. Первое, мы об этом тоже говорили как раз до передачи, гражданин сам для себя должен понимать, что он хочет. Если он хочет его собственность, он переоформит его в собственность бесплатно. Но у него возникает земельный налог. А есть ставка уже какая-то определенная? Ну, учитывая то, что это новые земельные участки, они образованы, пока на них кадастровой стоимости, соответственно, нет. Другое дело, что орган местного самоуправления должен отработать по принятию ставок. То есть это наследие или улучшение? Но, опять же, мы говорим о том, что должна быть вначале определена кадастровая стоимость, которая как раз и служит основой для земельного налога. То есть сейчас человек не знает, на что он подписывается? Кота в мешке. Ну, насчет кота в мешке, наверное, сильно сказано. По большому счету, если мы говорим по землям сельхозного значения, то один гектар, там кадастровая стоимость не очень большая. Она в пределах по республике порядка 2300 рублей за квадратный... Ой, прошу прощения, за гектар. За гектар. И, соответственно, учитывая, что ставочки на сельхоз земли у нас 0,03% от кадастровой стоимости, соответственно, получается порядка 7 рублей. За гектар. Месяц. В год. Почему? В год. 7 рублей в год. 7 рублей в год. Другое дело, если вы поменяете... Дешевле только даром. Дешевле только даром. Проблема только в том, в дальнейшем его использовании. Если мы говорим, что гражданин там желает построить идеально живой дом, соответственно, кадастровая стоимость будет немножко другая. И немножко другая. Вполне возможно, что она возрастет в несколько раз. Соответственно, учитывая, что вот у нас какая кадастровая стоимость под земельными участками в границах города Якутска, если мы берем, допустим, не в 20, а в 30 километрах от города Якутска... И по вопросу о кадастре мы вернемся сразу после, опять же, рекламной паузы, которая... Ну, не знаю, 20 секунд еще? Да, еще 20 секунд, еще 15 секунд до рекламной паузы. Вот есть второй путь для гражданина, это взять в аренду этот земельный участок. Но тут, конечно, будет немножко... Трудно. Другая. Нет. Другая плата. Другая история. И мы продолжаем завершающий блок программы «Один из нас». Мы говорим о дальневосточном гектаре, о тонкостях оформления, ну, совершенно бесплатном, безвозмездном и так далее. И получается, к департаменту лесных отношений первый уже вопрос. У нас, я не побоюсь этой цифры, процентов 80 территорий, которые по дальневосточному гектаре приходятся на лесные, скажем так, площади, да? Лесного фонда. Да, лесного фонда. Человек получает там, допустим, оформляет в законном порядке вот этот гектар, потом говорит, я не хочу там строить тещин язык. Ну, турбазу, к примеру, да? Где люди будут приезжать, там, нюхать сосновую смолу и так далее. Я хочу там пашню. Может ли он вырубить, скажем так, всю растительность на принадлежащем ему вроде бы участке? Нет, согласно требованиям вот как раз 19-го закона, сплошная вырубка запрещена. А выборочная? Выборочная, да. Но вот смотрите. Каких пределов? В любом случае использование земельных участков лесного фонда, оно осуществляется в соответствии с лесным законодательством, с требованиями. И любое использование, оно осуществляется на основании проекта освоения лесов, который, опять же, у нас проходит государственную экспертизу. Вот, то есть в этом проекте освоения лесов, вот как раз все эти мероприятия по использованию, также охрана, защита и воспроизводство должны быть учтены. То есть выгоднее, получается, в чистом поле вот этот надел получить, нежели в лесном фонде, где человек столкнется с таким геморроем, что... Нет, ну, смотрите, у нас земли лесного фонда, они же ведь подразделяются как на покрытые лесными насажениями, так и не покрытые. А, то есть чисто поле тоже может быть лично? Да, конечно. Подводный камень. А если, например, домик строит? Сплошная, да, запрещенная. А если домик строит, а мне нужно несколько деревьев только выгубить? Ну, пока порядок использования именно земель лесного фонда, он пока не определен еще. Он вносился постановлением правительства, это было где-то в середине августа. То есть пока неизвестно, разрешат мне убить или не разрешат, да? То есть я диктарю, безусловно, разрешается. Сплошная запрещена. Не, не, ну под дом я могу, не спрашивая разрешения, вырубить какой-то участок леса. Вот этим порядком и будет все это определено. То есть этого порядка еще нет? Пока его нет. А скажите, через пять лет, если я возьму себе в собственность, я смогу хотя бы какие-то права расширить свои? Да, конечно, вы можете подать опять же на приобретение в собственность заявление. То есть мы уже меняем категорию земель по истечению пяти лет. И после этого? И после этого? После этого, соответственно, поменяется и категория земель, в том числе и в земленаселенных пунктах. То есть я и в пашню смогу сделать? В том числе, да. Если она будет в собственность оформлена, да? Да. Если она будет в собственность, то логично... Если аренда, то уже опять же какие-то... Если аренда, то, соответственно, опять же использование все в соответствии с лесным законодательством. Видите, сколько вот всяких, скажем так... Да, и... Прямо минимущество прямо косится в сторону кадастрова. Вроде бы орган, который является механизмом всего вот этого процесса. Но на самом деле, вот когда мы были в НАМЦах, когда НАМЦы были еще определены пилотным районом, да, там 99% сошлось на проблемах именно связанных с кадастровым учетом. Вот в данном случае вы все-таки больше механизм или больше какой-то ключевой фактор? Мы больше... Один из этапов, на самом деле, мы ставим на кадастровый учет. Все объекты недвижимости, в том числе и земельные участки, конечно, если ставят в кадастровый учет и получают кадастровый номер, тогда только государство гарантирует, что это объект недвижимости, и за ними можно прикрепить права и защитить каждый землепользователь свои права. Проблемы по-намскому, ну и не только по-намскому, конечно, по республике всей у нас в координатах. Кадастры мы понимаем как координат. Если координат есть в земельном участке, то этот объект недвижимости можно идентифицировать на местности и защищать в пределах этой границы свои права. Кстати, а продать можно будет его, участок, через 5 лет? Если в собственность оформить, это... А продвижение в собственность получается уже не кадастровый? Даже если в аренду взять, переуступка права в аренду тоже возможна. То есть в любом случае можно распределить. Не получится так, что кто-то заберет, а потом нам же и будет обратно продавать нашу же землю. Нет, тут хотелось бы отметить по сельхозугодиям все-таки. Я вот открыл, посмотрел этот фейс. Теперь вот близлежащие населенные пункты, все обставлены, все сделали схему расположения земельного участка. Вся синим сделана. И тут у нас достаточно большой механизм по закону предусмотрен в отказе. И я хотел бы призвать органы местного управления повнимательнее быть с выделением этих общих земель. Допустим, если вокруг села Техтюра все городские заберут участки, то получается у местного населения не будет пастбищ совсем. То есть сельхоз с хозяйством, он не будет заниматься. Поэтому пока механизм конкретно не разработан, то есть по положению, если именно в случае отказа орган местного населения не предусмотрен, какие документы он конкретно обязательно должен показывать документально. Этого механизма нет. Поэтому, в принципе, пока еще можно найти вылазки для принятия решений, чтобы вот такой ситуации не было, чтобы сельское население осталось без сельхоз земель. Я тут должен дополнить, наверное, что, в частности, про тот случай, который сейчас упомянули, у органов местного самоуправления должно быть такое понимание, что есть пастбища, причем это пастбища общие, и вот эти пастбища они должны были оформить как земельные участки, поставить точно так же на кадастровый учет орган местного самоуправления. И в рамках внесения изменений в генплан или принятия генплана они должны были эти участки обозначить как землю общего пользования, и уже тогда есть у них норма. То есть они должны быть закрашены серым светом, чтобы их не трогали? Ну, норма как раз для отказа, понимаете, это как раз повод для отказа. И я так думаю, что кроме города Якутска это заблаговременно фактически никто не сделал, да? Ну и по городу Якутску, честно говоря, такое не сделано. И по городу Якутску ситуация хранает... Тут ситуация немножко другая. В отношении города Якутска просто было принято решение главы республики о том, чтобы территорию городского округа Якутск, вот включая 20-километровую зону в соответствии с законом федеральным, сделали как буферную зону. И в такой же ситуации у нас получается город Нерингри, да? Это 10-километровая зона, и у нас туда подпал ряд населенных пунктов, это в том числе и Чульман. Как раз буферная зона, в которой нельзя предоставлять, и она окрашена фисей серым цветом. Это хорошо или плохо? Ну, наверное, хорошо, учитывая то, что у нас идет активная застройка именно при городской зоне, да? Наверное, многие заметили, в последнее время довольно активно все застраивается, именно застраиваются сельхозземли. И сейчас, я думаю, город Якутск, наверное, заинтересован больше... Они, наверное, вздохнули с облегчением, когда вы слышали, что создана некая буферная зона, которая, ну, фактически их интересует... Город мечтал создать агропоезд, но, к сожалению... Да, мы также были заинтересованы, чтобы эта буферная зона была 20-километровая. Ну, конечно. Но еще раз говорю, у головняка у вас становится это меньше, на самом деле, да? На самом деле. Не факт. Не факт? Не факт, потому что территория городского округа, она больше... Больше намного. Больше намного. И, соответственно, те земельные участки, которые как раз не попадают в эту 20-километровую зону, они... На них уже люди рисуют, граждане уже рисуют участки. Если вы зайдете завтра сейчас, посмотрите. Вот первые дни жалобы были на то, что вроде бы те земли, которые были... Ну, с уведомлением какие-то земли, которые уже подали, но еще не оформили соответствующим образом, ну, уведомились, что у них такая земля есть, вот эти земли вроде бы как не попали в ФИС. Это так или не так? Сейчас они видны или не видны? Было такое, что вот эти участки, которые у нас должны были внесены... Ну, не участки, вернее, а сведения о таких земельных участках, должны были внесены в ФИС, но, к сожалению, надо сказать, что у нас центральный аппарат ОС-реестра не успел это сделать. Вы знаете, по саму ФИСу я должен сказать, что она все время совершенствуется, как раз вот на основании наших всех недочетов, которые мы здесь внизу замечаем, да, при реализации самого механизма. И я думаю, что к первому февраля она будет работать стабильно и качественно. Но смогут ли до первого февраля, при существующих, скажем так, условиях, быть отстойны интересов всех жителей республики? Ну, это то, что в ближайшее время они это все подтянут, потому что они каждый день... Вы заметили, наверное, кто пользуется им. По кадастровому оформлению как раз. Нет, секундочку, я докончу, да, вот как раз получается, что мы все замечаем, что он плохо работает, ФИС, иногда выходит объявление, что невозможно зайти вообще. Это как раз делается в рамках того, чтобы саму систему немножко подтянуть, сделать ее более прозрачной, более мобильной, и как раз пополнение тех сведений, которые должны быть там внесены, это вот как раз ведется в это время. Технические работы, бывает же такое, да, вот, допустим, на телевидении, технические работы. Там стоит заставка. Две минуты у нас остается, давайте. По кадастровому оформлению. Там будет какая-то функция защиты, вот после 1 февраля особенно, от каких-то недобросовестных, скажем так, получателей участков. Там будут там специально набирать много людей подложных там и так далее, чтобы возможность отказать там или муниципалитетам. Защита от чего именно? Защита от недобросовестных получателей. Например, я наберу там где-нибудь в Центральной России тысячу бичей, и на них оформлю там большой кузов. Имеет ли право иностранные граждане получить вот эти участки? Законом это не предусмотрено. Если человек может получить доверенности за 9 человек, и он может подавать. Но они все должны быть гражданами республики на сегодняшний день. А по иностранным гражданам, то это однозначно, что тут стоит запрет в самом законе. То есть они не смогут не получить. Это не катастрофа, а у полномоченных органов. Они будут проверять, насколько мошенник обращается, не мошенник. Сколько кто есть мошенник, кто есть нет. Да хорошо, что в принципе, да, в рекламной паузе мы выяснили, что почти в каждом наследии есть землеустроители, которые прошли соответствующий, скажем так, тренинг по моментам обучения, по моментам дальневосточного гектара. Мы не понаслышке знаем, что и система электронная, она требует совершенства. И сам закон, скорее всего, будет совершенствоваться. Причем неоднократно. Причем кардинально, я так понимаю, что после 1 февраля, или после этапа, когда все жители России могут быть совершенно по другим условиям, будет вестись игра. И в целом, вот этот вопрос, ну приеду я в чисто поле, да, где будут коммуникации, где будут вот эти вот... Все вот эти моменты будут разворачиваться все больше и больше с ходом освоения Дальнего Востока в рамках закона по дальневосточному гектару. Является ли это освоением в чистом виде, об этом тоже стоит поговорить, наверное. Спасибо всем, которые разъяснили тонкости получения дальневосточного гектара. Это была программа «Один из нас». Увидимся ровно через неделю.